Удивить более-менее искушенного зрителя каким-либо зрелищем непросто. Но сотрудникам бассейна «Дельфин» это удается. Вот уже на протяжении 14 лет в оздоровительном центре проходят новогодние представления на воде. Самое интересное, что артистов не приглашают. Все постановки осуществляются силами тренеров и сотрудников центра. В спектаклях принимают участие и воспитанники «Дельфина». И такое единение тренера и ребенка. И для учреждения это очень хорошо. И для ребят это потрясающе. И мы видим эти радостные, веселые лица. Мы понимаем, что мы нужны, мы правильно работаем и ведем правильный образ жизни. Стоит отметить, что среди работников бассейна нет профессиональных лицедеев. Никто из них не получал театральное образование. Но это не мешает актерам-любителям играть искренне, от души. Говорят, мы бяки-буки, можем шороху задать. Дайте, что ли, карты в руки на морозом погадать. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Единственным исключением в составе трупа «Дельфина» стал актер театра «Твит» Олег Федоров. В течение восьми лет он участвует в каждом новогоднем спектакле. Мне это очень нравится. Я люблю видеть радостные улыбки детей. Я люблю видеть, как они довольными выходят с этих сказок. По следам бременских музыкантов так называется постановка, представленная зрителям в этом году. Увлеченные действиями мюзикла ребята не сводили глаз героев. Песни, танцы, приключения, любовь. Как это всегда бывает под Новый год, добро и дружба победили зло. Дед Мороз был освобожден из плена коварных бандитов. Праздник более чем удался. Зрители и юные, и взрослые уходили в приподнятом новогоднем настроении. Уверены, что и в дальнейшем «Елка на воде» будет приносить сюрпризы и приятные эмоции всем гостям этого оригинального праздника. Каждый год прекрасно. И вот потому что все знакомые люди, мы ходим сюда на фитнес, бассейн, и они так здорово, каждый год выступают отлично. Было очень весело, хорошо. Нам очень понравилось. Хорошее представление. Обалденная «Елка». Слов нет. Я никогда не видела на воде «Елку». Татьяна Акимова, Александр Ильин, Видное ТВ.